В прямом эфире телеканала Губерния 33. Программа без предварительной записи в студии Екатерина Степ. Здравствуйте. Как обычно в это время говорим о том, что волнует жителей региона. Стремление быть всегда в отличной форме совершенно нормально, ведь любой из нас мечтает быть красивым и уверенным в себе человеком. Лишний вес порождает кучу комплексов, ограничений и, самое главное, проблем со здоровьем. На тему похудения, особенно актуальную в преддверии весны, мы поговорим сегодня с дипломированным специалистом, врачом-диетологом, членом Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Еленой Тихомировой. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, напоминаю, программа без предварительной записи проходит в прямом эфире. Присоединиться к нашей беседе, задать интересующие вопросы, а самое главное, получить консультацию специалиста. Вы можете по телефону, который видите на своих экранах, 32-62-33. Ну а пока мы дожидаемся вопросов от наших телезрителей. Елена Александровна, позвольте, начну я со своих вопросов. С нетерпением готовилась встреча с вами, потому как к весне я тоже, как и многие девушки и женщины, готовлюсь. Что-то нужно делать с фигурой. Ну вот с чего начнем. Все-таки в СМИ, соцсетях, интернете сегодня тема похудения, она такая достаточно популярная. Ну, каких средств сегодня только нет, и диеты, с помощью которых можно похудеть чуть ли не за три дня, и кучу диетологов, которые так себя называют, при этом не имея какого-то специального образования. Так вот у меня вопрос, Елена Александровна, кому и чему можно верить, а самое главное, к какому специалисту обращаться и как его правильно выбрать, если вдруг кто-то решил похудеть? Если кто-то решил похудеть, он обращается к дипломированному профессиональному диетологу. Благо сейчас в наше время интернета вся информация о врачах есть в интернете, и если вы хотите обратиться к какому-то врачу, если вы его выбрали там интуитивно или кто-то посоветовал, вы просто в поисковик забиваете фамилиями отчества доктора, и вам вылетает весь его послужной список, начиная от того, где он учился в институте и где он, соответственно, получал образование. Хочу сказать, что у нас в России диетологом может называться человек, который имеет медицинское образование, то есть это врач, у которого есть сертификат о том, что он заканчивал, имеет специальность лечебное дело, первично он является врачом или терапевтом, или эндокринологом, или педиатром, и диетолог это уже как бы его второе высшее врачебное образование, можно так сказать. Поэтому дипломированный врач-диетолог, который имеет право вести прием, это именно такой, который является выпускником медицинского вуза и желательно имеет большой долгий стаж работы. Потому что ведь диетология, когда мы хотим изменить человека, мы должны понимать, что кроме каких-то проблем лишнего веса, то есть непосредственно лишней жировой ткани, внутри организма может иметься еще очень много других проблем, которые могли стать этой первейшей причиной. Хорошо, с этим разобрались. Следующий вопрос, который меня интересует, это диета и правильное питание. Вот как можно соотнести этих два понятия? Вообще, можно ли между ними поставить знак равенства, или это совершенно разные вещи? Ну и можно, и нельзя. Еще, как говорил Гиппократ, что диета переводится как образ жизни. То есть правильное питание – это образ жизни, это диета. Здесь можно ставить как бы равно. Нужно абсолютно четко понимать, что наш организм как дом, если мы постоянно, очень долго, в течение многих лет, наводим там бардак, приносим, скажем, какие-то старые вещи и не делаем генеральную уборку, то чем больше захламлен дом, тем больше времени понадобится на восстановление и, скажем, на баланс. Поэтому как долго мы загрязняли свое жилище, так же не быстро оно и чистится. Поэтому, конечно, если человек имеет много лишнего веса, если имеет реосоматические заболевания, то понять, что, то нужно совершенно четко понимать, что не существует какое-то чудо диеты, которое за 2-3 дня или там за 2-3 недели поставит его на место. Да, есть определенная группа людей, для которых экспресс-диеты какие-то а-ля неделя-две подходят идеально. Вот, скажем, есть прекрасная, здоровая, стройная, красивая девушка, например, как вы. Вы уезжаете куда-то отдыхать, например, на 2 недели, ни в чем себе не отказываете и приводите с отпуска свежих 2-3 лишних килограммчика. То есть была стройная девушка, набрала 2-3 килограмма и понимает, что это вот за короткий срок. В этом случае действительно она по своему желанию вытаскивает любую диету из интернета и за неделю-две приводит себя в порядок. Вот для таких стройных красавиц, как вы, экспресс-диеты и существуют. Если же вес существует, если лишний вес больше 10 килограмм и существует у человека более 5 лет, это уже не эстетический дефект, это действительно глубокая проблема, которую нужно решать вместе с диетологом. Елена Александровна, а как вообще определить, что у человека есть избыточный вес? Здесь какая-то цифра есть определенная? Конечно. Очень много различных формул расчета. Но, слава богу, в 21 веке человек не рассчитывается на калькуляторе по тому же самому индексу массы тела, вес, деленный на рост и умноженный на 100. Слава богу, это в прошлом. Сейчас есть прекрасный метод обследования тела. Он имеется во всех центрах, во всех клиниках диетологии, в любом месте, даже в фитнес-клубах. Называется данный метод биомпедансметрия. Вот это золотой стандарт оценки тела. Суть исследования в следующем, что к человеку, как правило, присоединяются электроды к запястью и к лодыжке, и через тело проходит электрический ток, которого человек не чувствует. Примерно по степени инвазивности и болезненности, это примерно как снятие кардиограммы. Электрончики бегут по человеку и считывают следующие показатели – количество и качество тканей. И данное исследование абсолютно точно, с точностью плюс-минус 100 грамм, говорит фактический вес человека, его желанный вес, его идеальный вес, его недопустимый вес, именно вес пожировой ткани. Также он оценивает такую вещь замечательную, как качество мышечной массы. Ведь не секрет, что после 30 лет женщина начинает активно терять мышечную массу, и это является одним из первых причин старения. Поэтому данное исследование показывает, сколько мышечной массы содержится в человеке, нормы, недобор, перебор, какого он типа телосложения, стройный, средний или любимая мамина широкая кость. Он оценивает интенсивность метаболизма, и многие совершенные приборы еще показывают такое качество, как живучесть человека, в том числе и склонность его к долгожительству. Поэтому я, как диетолог, не советую не рассчитывать себя ни по каким формулам, потому что погрешность огромная. А просто прийти в любой крупный центр и сделать такую вещь, как биомпедансметрия. Прекрасное исследование. То есть я правильно понимаю, что во многих клиниках, медицинских центрах нашего региона это можно... Совершенно верно. Даже в любом фитнес-клубе. Конечно, хотелось бы, чтобы приборы были, скажем, определенного качества, чтобы они были откалиброваны и все верно показывали. Но если говорить о золотом стандарте исследования тела, это биомпедансметрия. Там, где ровно про твое тело, прибор все может рассказать. Потому что рассчитывать себя на калькуляторе, это все довольно глупо. Или мерить объем талии. Да, конечно, всем известно, что объем талии больше 85-80-90 уже является... Сигнализирует о том, что минимум ожирения первой степени есть. Ну и плюс к тому же, скажем, неудовлетворение от вида себя в зеркале. Елена Александровна, ну, все-таки люди с избыточным весом, их огромное количество, ну, по крайней мере, достаточно выйти на улицу и увидеть, да, что их действительно много. Вот мне хочется узнать, что по этому поводу думают диетологи, почему такая ситуация складывается в нашей стране. Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, давайте услышим нашего телезрителя, который дозвонился к нам в студию по телефону 32-62-33. Добрый день, мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Добрый день, Елена. Меня зовут Анастасия, мне 32 года. Перед новым годом я поставила себе цель похудеть на 10 килограмм. С 93 до 83. Пока вес остановился на 87. Но даже такой вариант меня устраивает. Вот только вот вместе с килограммами ушел цвет лица, свежий. Кожа стала тусклая. Я в основном питаюсь гречкой, яблоками, кефиром. Может, что-то стоит еще мне в рацион добавить, чтобы вернуть сияние кожи? Подскажите. Спасибо, Анастасия. Ну, скажем, если говорить про вес, то есть такой вес, он сейчас все более и более принимается в диетологии как вес комфорта. Это не загоняние человека в какие-то идеальные или желательные для врача рамки, а это тот вес, в котором человек себя чувствует. Вот он поставил цель, пусть даже он будет немножко выглядеть больше, чем это нужно, но ему комфортно и замечательно. Далее. Питание гречкой, кефиром и яблоками правильным, конечно же, не назовешь, потому что это все равно питание, в котором превалируют углеводы. Белковой составляющей мало. Ведь когда мы говорим про правильное похудение, базой правильным похудением является норма содержания белка в рационе. То есть человек худеющий и человек не худеющий ест одинаковую норму белка. Для женщины это примерно 60-80 грамм. На гречке, кефире и яблоках много белка не наберешь. Я бы вам обязательно советовала бы включить в рацион продукты белкового происхождения. В идеале это, конечно, рыба, морепродукты, творог, яйца, сыр и нежирная сорта мяса. Потому что когда мы худеем, изменение, потускление цвета кожи связано в первую очередь с недостаточностью белка. Это во-первых. И во-вторых, люди, которые худеют, конечно, обязательно, но по рекомендации врача должны принимать какие-то поливитаминные комплексы или добавки и сдать какой-то минимум анализов. Потому что у женщины есть два тотальных дефицита. Первое. Очень многие женщины страдают анемией, скрытой анемией, которая не видна в обычных анализах. И, соответственно, при похудении она может усиливаться. И второе. Это глубочайший просто тотальный дефицит по витамину D всех россиян. Поэтому анемия, дефицит витамина D и недостаточность белка в рационе действительно могут давать такой, ну, немножечко как бы пожухлый цвет лица. При коррекции всех этих состояний ситуация выравнивается. Отлично. Елена Александровна, мы возвращаемся к вопросу, который я озвучила перед звонком нашей телезрительницы. Итак, действительно, на улице встречается много людей с избыточной массой тела. Что говорят по этому поводу диетологи? Почему на сегодня так складывается ситуация в нашей стране? Конечно. Почему все хотят похудеть и почему же все все-таки такие крупные? Но здесь нужно обратиться к очень каким-то далеким истокам. То есть почему большинство людей страдают либо ожирением, либо лишним весом? Почему так мало людей, которых можно назвать нормальными или с идеальной массой тела? Здесь нужно обратиться совсем к нашим там пра-пра-пра-отцам. Дело в том, что мы все, 95% людей, которые ходят по планете, это, скажем, потомки людей, которые научились есть в запас. Вот, например, сидел пещерный человек со своей семьей в пещере и видел, что начинал падать снег. Он понимал, что начинается голод и холод. И значит, что? Значит, к весне половина человечего стада вымрет. И человек в ходе многократных, скажем, голодоморов, он научился есть в запас. То есть он точно понимал, что скоро будет голод. И если мы сегодня завалили мамонта, нужно съесть его не столько, сколько нужно, а немного впрок, чтобы накопить жирка. И вот этот вот смысл в жиронакоплении, вообще-то, это очень величайший смысл эволюции. Как только человек научился копить жир, он сразу же научился преодолевать какие-то периоды голода и, соответственно, доживал. А те люди, которые не научились запасать жир, которые так и ели столько, сколько нужно, они в течение многолетних эпизодов, соответственно, голодоморов просто умирали. Поэтому мы все потомки людей, которые генетически научились есть в запас. Потому что организм всегда говорит, когда человек боится или не начнет, организм говорит, подожди, ты сначала поешь, а потом уже будем ситуацию решать. И поэтому мы всегда будем кушать в запас, потому что это на уровне наших генов. И как бы мы не хотели похудеть, вот этот вот, скажем, звериный инстинкт предков, его невозможно с ним ничего сделать, его нужно только принять. И сказать, да, я вот потомок человека, который привык и есть в запас, и нужно с этим делать. То есть здесь только работать нужно на силе воли. Во-первых. Во-вторых, при любой ситуации, которая приносит человеку стресс, то есть неважно, какая-то денежная ситуация или ситуация в семье, или ситуация, когда человек боится, нервничает. То есть в эпоху глобального стресса мы все испытываем страх перед будущим, нервничаем и боимся. Так вот организм всегда нам говорит, так же, как и нашим древним прадедам, ты сначала поешь, а потом уже будем жить дальше. Но прадеды могли поесть совсем немного лишки, потому что лишнего-то было много. А у нас вон, еды сколько хочешь. Поэтому вот это ожирение, оно, конечно же, связано и с урбанизацией, и вообще с тотальным просто стрессом, и неумением человеку противостоять ситуации, и, конечно же, доступности еды. И как только ты... Почему одна из причин ожирения или лишнего веса, конечно же, психологическая? Потому что люди, одни люди, скажем, со стрессом борются тем, что идут на пробежку или идут в зал, или там занимаются ототренингом, медитацией. Но это сложно. Это нужно принимать какие-то действия. Проще всего не принимать никаких действий, а просто открыть холодильник и просто заесть. Потому что одновременно поступление в кровь жиров и углеводов дает мнимое чувство спокойствия. То есть то, что чувствовали наши предки. Вот я поел, я спокоен, все, ждем опасность. Поэтому здесь нужно просто учиться работать с собой. Интересное объяснение. Впервые такое слышу. Но в этом что-то есть, Елена Александровна. У нас очередной звонок на линии. Давайте услышим нашего телезрителя. Здравствуйте. Создавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Меня зовут Инна Николаевна. Я бы хотела спросить. Мне 62 года. У меня скачет сахар. Рост 170, вес 90 килограмм. Вот с чего бы мне начать похудение? Можете посоветовать? Спасибо вам. Спасибо большое за вопрос, Инна Николаевна. Ну, скачет сахар, знаете, такого не бывает. Я думаю, что у кого-то у вас в роду, скорее всего, конечно, есть диабет. Иногда эндокринологи говорят такое мягкое слово, как скачет сахар или преддиабет. Это вот так же лукаво, как и немножко беременная. Не бывает немножко беременной. Человек или беременный, или нет. Если скачет сахар, давайте говорить точно. Это сахарный диабет второго типа. Само состояние, сахарный диабет, означает повышенный сахар крови. Если в крови повышен сахар, значит, кто-то его туда положил. То есть, значит, он в крови откуда-то взялся. Мы не растение, мы не можем вырабатывать сахар. Если он есть в крови, значит, его кто-то положил в рот. И вот это вот глупое исключение, когда говорят, не ешь сладкое. Хорошо, он не будет есть сладкое, но есть огромное количество несладкого. Сейчас вот в эпидемии ожирения и сахарного диабета очень сильно повинны, конечно же, углеводы. То есть, из 10 килограмм лишнего веса, где-то примерно 8-9 килограмм, человек наел на углеводах. И только 1-2 килограмма на жире. Поэтому вся огромная группа питательных веществ, которые являются преимущественно углеводы, а кто такие углеводы, это очень просто. Все, что имеет в своей основе корешок, вот все, что вылезло из земли, это углеводы. Это всего лишь-то, в принципе, это небольшая группа веществ. Это овощи, фрукты, соответственно, и злаки. Но овощи наши друзья, потому что там мало углеводов, как известно. Фрукты нам, друзья, очень умеренные. А вот злаки, как сказал один умный человек, когда человек придумал злаки, он начал, то есть, когда человек оккультурил злаки, он с тех пор начал рыть ртом себе могилу. Это действительно верно. Потому что любой злак, пшеница, рец, гречка, овес, из них делается мука, из них делаются каша, выпечки, сладкая. И вот это, скажем, является именно самым разрушающим фактором. Поэтому, когда у человека есть лишний вес, самое первое, что минимализируется, это углеводы. Я своих пациентов очень точно считаю, учу на приеме просто считать, сколько нужно съесть углеводов. Это очень простая арифметика. Людям почему-то кажется, что это сладко, что это просто, что это сложно. На самом деле, это очень просто. И когда человеку с лишним весом говорят, ты не ешь вот своих любимых две конфетки, а лучше гречку съешь, он берет и съедает, например, полтаза гречки и думает, что он все верно делает. Это неверно. Ограничиваются углеводы все повально, до какого-то минимально переносимого уровня, но у каждого по-разному. И когда у нас идет речь о скачке сахара, то, конечно же, обязательно медицинское обследование. Медицинское обследование очень простое. Есть минимальный набор анализов, который сдается в этом случае. Это в любой лаборатории сдается натощак сахар, инсулин обязательно, гликированный гемоглобин, ну и показатели гормона щитовидной железы. Интерпретировать данные анализы может только врач. Но все, что может сделать каждый человек, это сдать просто кровь на гликированный гемоглобин. Если он выше 5,6 при норме 5,9, это означает начало сахарного диабета второго типа и прогрессирующее ожирение. И здесь вместе с назначением низкокалорийной и малоуглеводной диеты обязательно идет коррекция сахарного обмена. Коррекцией, данной коррекцией занимается врач-эндокринолог или диетолог. То есть он подбирает человеку препарат, который человеку помогает худеть. Ни в коем случае не делает это за него, а просто помогает понижать уровень сахара и инсулина. То есть как пить препарат без диеты, так и просто вслепую соблюдать диету без медицинской коррекции. В данном случае это просто бессмысленно. Потому что самый первый наш гормональный враг, который начинает поднимать голову у нас в организме, это инсулин. Когда мы поедаем много сахара, у нас начинает неуклонно повышаться уровень гормона инсулина. Это тот гормон, который ответственный за транспорт сахара. Так вот перед тем у всех людей, скажем, с повышенной массой тела, с ожирением, уровень инсулина высокий или очень высокий. При высоком уровне инсулина человеку очень хочется кушать. Это очень мощнейший гормон жора. И на эмоционально-волевых забороть инсулин не получится. Это делается только правильным составлением правильной диеты и, конечно же, коррекцией, которые проводит диетолог. В одиночку или воевать вот с самоиздатом, с такой махиной не получится. А с доктором это делается на раз, два, три при глубоком, конечно, желании пациента. Хорошо, друзья, это программа без предварительной записи. Прием в прямом эфире ведет наши гости. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Елена Тихомирова. 32-62-33, телефон нашей студии. Есть очередной звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Меня Жоя зовут. Скажите, я два вопроса могу задать? Да, конечно. Елена, вот скажите, действительно ли можно похудеть, применяя яблочный уксус? Время от времени эта тема появляется. Ну вот, например, никто из моих знакомых не добился реального результата. Начинают пить этот яблочный уксус, используя разные дозировки, добавки, мед, например. Но надолго не хватает моих знакомых. Как долго нужно его пить, этот яблочный уксус? Чем его нужно смешивать? В каких количествах? А второй мой вопрос касается, тоже, скажем так, народного средства, про пищевую соду. Говорят, что если ежедневно делать ванны с пачкой пищевой соды, можно избавиться от 5 кило за месяц. Это правда или миф? Спасибо огромное. Спасибо огромное за вопрос. Вы озвучили прям самых два популярных мифа. Знаете, сразу приходит на ум такой анекдот. А можно ли предохраняться при помощи Кока-Колы? Да, конечно, можно. А когда ее пить? До или после? Вместо. То же самое касается и яблочного уксуса, и соды. Конечно же, это вот два мифа мифических, которые безумно популярны среди людей. Ну, во-первых, в чем, если уж говорить о пользе, в чем польза яблочного, настоящего ферментированного уксуса, который получен путем ферментации, а не смешиванием уксусной эссенции, воды и отдушек яблока. Дело в том, что это является хорошим субстратом для корма наших полезных микробов, которые обитают в толстом кишечнике. Вот, собственно, и все. Скажем так, польза яблочного уксуса очень сильно преувеличена. Ну да, когда человек имеет лишнюю массу тела, то у нас в обиходе такой человек называется закисленным. То есть все среды человеческого организма немножечко-немножечко сдвигаются в сторону, скажем, кислотной среды. И вот уксус довольно хороший ощелачиватель. Вместе со здоровым образом жизни и правильным питанием он действительно помогает иногда довольно побыстрее избавляться от отеков, например. Поэтому вот этот старый, скажем, диетологами рекомендуемый способ, например, моей там учительнице Маргариты Королёвой, это её любимое, скажем, средство, она говорит, девочки, встаём, берём большой стакан воды, добавляем чайную ложку мёда и столовую ложку натурального уксуса. Вот, выпиваем и улыбаемся, и радуемся жизни. Это напиток, дающий бодрость. И при такой подаче это да. При условии, что у человека нет обострения заболевания желудочно-кишечного тракта, это очень важно, этот напиток можно с утра смело рекомендовать, он действительно бодрит и тонизирует. И на этом всё. Ни одного грамма жировой массы при помощи яблочного уксуса не сжигается ни в коем случае. Но в дополнение к здоровому образу жизни вот такой вот утренний напиток, да, я могу рекомендовать, в нём действительно есть своя очень хорошая составляющая. В том, что касается соды, это я не знаю, из каких вообще, откуда ноги растут у этого мифа, делать ванной с содой, делать, пить соду. Ни в коем случае ни ванной не пить. Во-первых, когда мы делаем ванну с содой, у нас очень здорово нарушается PH нашей кожи. Ведь дело в том, что состояние тургора нашей кожи, целостность покровов, зависит именно от PH среды. И на коже она такая, которая нужна. Когда мы будем погружать свои кожные покровы в щелочные или в кислотные растворы, наоборот, это PH сдвигается, кожный иммунитет у нас просаживается, и наши микробы, которых вокруг витает очень много, они будут оседать на коже и, соответственно, давать нам различные дерматиты и всё. Поэтому, если хочешь заиметь проблемы с кожей, обязательно принимай ванну с содой. Про питьё я не говорю, потому что это просто полнейший бред. Там идёт, скажем так, питьё соды – это прямой риск к раку желудка. Потому что сода, она изменяет кислотность желудочного сока. Кислотность желудочного сока становится нейтральной, никакой. А ведь кислотность желудочного сока – это очень важно. Кислота желудочного сока борется с вирусами, бактериями, которые в нас попадают, и является очень надёжным стражником. Когда мы пьём соду, мы решаем себя очень важного стражника. Это раз. И, скажем, ни одного грамма жировой массы при питье соды или при приёме в ванну не уходит. Нужно понять самую главную причину, как у нас происходит в организме уход жира из нашего организма. Ведь жир, от которого мы хотим избавиться, подкожный жир или абдоминальный, то есть наши ненавистные килограммы, что они из себя представляют? Это жировая масса, которая у женщин как шубка, у мужчин, соответственно, как фарточек. И, скажем, между этими жировыми капельками задерживается вода. У кого-то немного, у кого-то много. Когда мы говорим, я хочу похудеть, избавиться от лишнего веса, мы имеем в виду этот жир, соответственно, и воду. Вода уходит вместе с жиром. То есть, когда уходит жир, уходит лишняя вода. Ни в коем случае нельзя использовать никаких мочегонных ни в коей мере. А исключительно, хорошо, когда уходит жир и куда же он уходит. Жир наш собственный, он у нас не вытапливается, как мёду лисы через кожу. Он у нас не выходит там с калом, с мочой. Он у нас не выдыхается. Но, однако же, ведь мы его теряем, когда худеем. Куда же он уходит? Нужно понимать очень простой механизм ухода жировой ткани, для того, чтобы не слушать вот эти мифы про соду, уксус там и так далее. Для того, чтобы началось таяние жира в организме, нужно сделать пинок. Пинком этим является единственный метод. Это недоедание углеводов. То есть, это ограничение себя в еде, а тотально в углеводах. Потому что белки мы не ограничиваем, из них строится наше тело. Жиры мы сейчас практически не ограничиваем тоже, потому что не за счёт жира внешнего толстеет человек. А вот количество, суммарное количество углеводов, всех подряд, которые мы едим, они просто режутся на два, и человек употребляет половинную норму углеводов. Организм очень быстро понимает, что создаётся дефицит энергии, а энергии-то организма нужна. Углеводы – это же наш бензин. Если бензина не хватает внешнего, значит, нужно искать какие-то свои внутренние резервы. И вот на фоне недоедания углеводов идут нервные сигналы на наши жировые клеточки. Из наших жировых клеток жировая клетка начинает потеть. То есть она отдаёт свои капельки жира в капиллярное русло, в кровеносную систему. И стоком крови капли жира идут в качестве топлива тем органам, которые больше всего в нём нуждаются. Это, в первую очередь, конечно, мышечная масса. То есть у женщин примерно 20-25 кг мышечной массы, у мужчин где-то 30-40. И вот эти огромные махины и нужно есть для того, чтобы мы ходили, сидели, лежали. И, соответственно, капельки жира заходят в клеточки, где в митохондриях клеточных печках идёт процесс сгорания. То есть наш собственный жир в присутствии кислорода горит, и образуются конечные продукты горения. Это вода, углекислый газ и тепло. Тепло у нас идёт на работу клеток, и для того, чтобы мы поддерживали свою 36,6. Поэтому, если так можно грубо сказать, процесс теряния жира – это, скажем, такой собственный какой-то внутренний каннибализм, когда человек сам ест свой жир, то есть наши клетки едят свой жир на фоне недопоступления энергии. Если мы будем есть столько, сколько положено, и неважно, что мы будем делать – лежать в соде, лежать в уксусе, бегать там кроссы или бегать к Северному полюсу. Если мы едим углеводов столько, сколько надо, ни одной жировой капель клеточки в нас не сгорит. Поэтому при правильно подобранной, скажем, диете, в сутки человек теряет где-то примерно 100 грамм жировой ткани. Ну, в принципе, это вообще-то половина пачки сливочного масла. И плюс ещё какое-то количество воды. Поэтому процесс похудения – это процесс поедания внутри себя своего собственного жира на фоне недопоступления углеводов. Ну, как говорится, красота требует жира. Конечно. Елена Александровна, ещё один звонок. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Ну, добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к доктору. Скажите, пожалуйста, я тут немного полноват, и мне друзья бы рекомендовали ходить или в сауну, или в баню, чтобы скинуть вес. Как я должен ходить, и не вредно ли это для здоровья? Спасибо за вопрос. Тоже ещё один миф. Если что, лишний вес можно потерять в бане. Ну, во-первых, если человек полный, скорее всего, у него есть гипертония. Человек может, конечно, ходить в баню-сауну при условии, что давление у него компенсировано, то есть, что он принимает препараты. Когда вы идёте, скажем, с лишним весом в баню, вы абсолютно точно понимаете, что всё, что вы потеряете, это какое-то количество воды и всё. Вот, потерял килограмм пота в бане, вышел, попил чайку, и, соответственно, килограмм пришёл. Поэтому рассматривать баню как какой-то механизм сжигания жира ни в коем случае не стоит, этого не происходит. Если это было бы так, то диетологи бы придумали бы огромные бани, загоняли бы туда людей, наверное, тысячами, и всех бы держали до утра, и с утра бы все выползали в 44-м размере. И, наконец-то, проблема, как похудеть, была решена. Нужно понимать, что ни одного грамма жира в бане не оплавится, не сгорит. Выходит только вода. Для того, чтобы начать терять жировую массу, нужно начать не доедать. Когда баня хороша, то есть баня ведь используется при похудении, конечно, потому что, в первую очередь, все тепловые процедуры – это прекрасный детокс. Мы же ведь помним, что когда мы жирненькие, мы ещё и водянистые, поэтому когда мы худеем, соответственно, баня используется дополнительно как какой-то, скажем, прекрасный механизм детокса, очищения, механизм, который усиляет, скажем, выход лишней воды. Это всё прекрасно. Баня идеальна тогда, когда, скажем, человек после спорта, то есть он час позанимался, то есть человек худеет, идёт в зал, час, например, занимается в силовой зоне классика жанра. К концу работы мышечной, именно к концу часа, его организм наконец-то начинает активно поедать вот тот подкожный жир. Но если покушать, процесс остановится. А если этот химический процесс подогреть, то он пойдёт, скажем так, веселее. Поэтому если человек после спорта заходит в баньку, это очень правильно. Вот этот вот манипуляция, это вот мероприятие является действительно ускоряющим жиросжигание. Всё остальное нет, тем более в наших традициях очень, скажем, тропно, что если баня, это сейчас мы идём в баню, а после бани это всегда застолье, это всегда куча еды и алкоголя, и, не знаю, там, песен, плясок до утра. Ну, тут о похудении не может идти речь в таком случае. Никаком, конечно. Елена Александровна, а если баню устраиваешь себе во время тренировки? Сейчас объясню, что это значит. Вспоминаю годы студенческие чудесные. Я помню, как девчонки издевались сами над собой, прежде чем пойти на пробежку, они с ног до головы обворачивались слюдой, и вот в таком состоянии початка они бегали там километров пять, потом приходили, снимали с себя всю эту слюду, целлофан обычный, и, значит, ну, вся эта вода с них выходила. Вот это что? Это может как-то помочь? Или это действительно какое-то издевательство над самим собой? Ну, наверное, больше издевательства, хотя бы потому, что бегать в таких мероприятиях не очень удобно. Сейчас, значит, сейчас уже человечество продвинулось дальше, и кроме пленки, которые были в наше студенческое время, существуют всевозможные пояса и также шортики термо, да, которые выполняют функцию, соответственно, той пленки. Дело в том, что когда мы интенсивно физически работаем, вот именно эти все вещи, они дают локальный прогрев тканей в определенных местах человеческих, и, следовательно, из-за этого идет более сильный выход жидкости. Но, еще раз говорю, жиросжигание при этом практически не усиляется, и к тому же из-за местного повышения температуры человеку может просто стать плохо, подняться давление, поэтому метод немного зверский, я бы его не советовала. Может быть, где-то на уровне там большого спорта, когда нужно экстренно гонять килограммы, а ведь нужно понимать, что профессиональные спортсмены и мы, это две совершенно разные касты людей, что позволено спортсменам, не позволено нам. Для обычного человека использовать вот эти методы локального усиления термогенеза, я бы не советовала, а, скажем, бегать в каких-то, в каком-то комфортном, спортивном, в спортивных вещах. Елена Александровна, ну, все мы хотим похудеть, это видно и по звонкам, которые поступают к нам в студию. Люди действительно готовятся к весне, это замечательно. Ну, конечно, мы всегда желаем быстренько стать красивыми, при этом не прилагая никаких усилий. Мы лучше будем пить соду и уксус, но в спортзал ни за что не пойдем. А вообще, без физических нагрузок возможно похудеть, используя одни лишь диеты, допустим? Да, абсолютно точно. Многие это, да, это я говорю для того, чтобы многие люди поняли, ведь когда человек хочет изменить себя, он сразу думает, все, я буду худеть, значит, я занимаюсь спортом. Ну, спорт, это, конечно, хорошо, но дело в том, что иногда какие-то физические упражнения бывают человеку просто противопоказаны. Если большой вес, если есть декомпенсация гипертонии, опять-таки, если есть больная спина, колени и ряд моментов, то есть иногда спорт человеку просто не то что нейтрален, а просто противопоказан в ряде мероприятий, это раз. Во-вторых, очень много людей работают действительно просто от рассвета до заката. И если человек, скажем, уезжает на работу там в 7 утра, она у него заканчивается в 9 вечера, и он, уставший после работы, на своих там последних эмоционально-волевых пойдет в зал и что-то там такое делает, он должен понимать, что усталое тело не даст результата. Все, что ты дашь, это просто угнетение мышечной массы и тотальную усталость и голод. Поэтому, когда спорт идет на каком-то, на усталости, или когда ты воруешь какой-то часик у сна, то есть если выбирать, что делать после работы, или пораньше лечь спать, или вот собраться и пойти в зал, однозначно лучше пораньше лечь спать. То есть спорт хорош тогда, когда он логичен. То есть когда у человека, скажем, все заболевания более-менее скомпенсированы, у него нет прямых запретов, когда у него график работы такой, что он там 2-3 часика в неделю может выделить, соответственно, на спорт. Вот тогда все прекрасно. В других случаях не стоит это делать, потому что на первых порах, по крайней мере. И если говорить о том, что какой же спорт у нас является жиросжигательным и приводит к быстрому результату. Но тут, во-первых, нужно смотреть, чем человеку нравится заниматься. То есть если человек, скажем, допускает спорт в своей жизни, и он логичен, то нужно говорить о том, что самым идеальным, конечно, спортивной нагрузкой, которая прорабатывает все мышцы или прилепит тело, конечно, является работа в силовой зоне. Но если человек не любит заниматься в тренажерном зале, или нет такой возможности, то любая физическая нагрузка – это, соответственно, и пробежки, и активное плавание. И очень много сейчас различных комплексов, которые можно скачать в интернете, на ютюбе. И это какие-то женские групповые занятия, танцы, йоги. То есть все то, любая физическая нагрузка, которая приносит человеку удовольствие, она ему действительно будет во благо. Но нужно понимать, что если мы не меняем свой рацион питания, и как кушали, так и кушали, все, что подарит нам спорт – это всего лишь повышение аппетита и, соответственно, набор массы за счет жировой массы. Поэтому, когда человек занимается физической нагрузкой, сначала он должен ограничить питание и потом уже подключить спорт. Если говорить про занятого человека, то где-то 2-4 часа в неделю активных занятий спортом действительно более чем достаточно. К сожалению, не так много времени остается у нас до конца эфира. Тем не менее, я еще успеваю задать несколько вопросов, таких самых, скажем, которые интересуют всех, самые актуальные. То самое распространенное мнение, что после 6 вечера нельзя есть. Кто-то говорит, что действительно так оно и есть. После 6 не нужно употреблять ничего в пищу. Кто-то против такой системы. Елена Александровна, вы к какому лагере примыкаете? Здесь, опять-таки, все смотрится по ситуациям. То есть, понимаете, в диетологии нет какой-то уникальной, нет какой-то дрессуры, что вот все одинаково для всех. Для чего и существуют диетологи, что система питания для человека подбирается очень индивидуально в зависимости от его графика работы и так далее. Но если говорить очень как-то унифицированно, то я согласна с тем, что чем раньше ужин до сна, тем больше будет эффект. Совершенно верно. Вот одна очень хорошая диетолог давно своим первым звездным клиентам говорила, когда они у него спрашивали, говорит, а во сколько нужно последний раз ужинать? Она ей говорит, в 16. Они говорят, в 16 это в смысле в 6, что ли? Она говорит, нет, в 4. И я тогда не понимала, почему она говорит. Но я понимаю, что она это говорит именно с позиции очень большого опыта. И сейчас вот уже со стажем работы я действительно прихожу к тому, что чем раньше ужин до сна, тем больше и качественнее идет похудение. Если человек может в 6 часов покушать и, скажем, лечь в 11 и комфортно себя чувствовать, это прекрасно. Но, скажем, если человек ложится где-то в среднестатистические там 11 вечера, то где-то ужин до 8 вечера он допускается. И очень важно, когда мы смотрим, наблюдаем за ужином, очень важно время отхода ко сну. Потому что все полуночники, все люди, которые засиживаются за полночь, как правило, имеют лишний вес. Потому что чем больше мы сидим ночью дома в состоянии не сна, тем больше вероятность того, что мы съедим лишнее. Поэтому если говорить как-то так очень унифицированно, то ужин до 20.00 и отход ко сну до полуночи. Вот это является идеальным каким-то вариантом. И, конечно же, в этом случае ужин должен состоять из какого-то легкого белка. То есть это классическая курица, индейка, рыба, морепродукты в сочетании с овощами. Или это что-то из творога. Или те же самые яйца с овощами. То есть это должен быть какой-то белок в сочетании очень небольшого количества углеводов. А они как раз-таки представлены овощами в большом количестве. Что не допускается категорически. Фрукты просто никакие. Особенно фрукты незаметного поедания. Такие как виноград, какие-то ягодки, сухофрукты ни в коем случае. Никакого хлеба, никаких каш, в том числе и всеми любимые гречки. То есть все то, что называется углеводы, у нас опускается. Но еще раз говорю, все решается очень индивидуально. И вот индивидуально составленная диета – это залог похудения. Хорошо, Елена Александровна, остается у нас буквально несколько секунд. Поэтому я не могу не задать вопрос, который поступил от нашей телезрительницы. Она не смогла дозвониться в эфир, но позвонила заранее и оставила его. Она интересуется, как похудеть лежачему пациенту перед операцией. Да, это трудно, но можно. Иногда, конечно же, когда человек лежит, он должен понимать, что потребность его в калориях просто минимальная. То есть это где-то 1200 калорий и меньше. Ему нужно просто, чтобы находиться в своем прежнем состоянии. И в этом случае, конечно же, рацион питания ограничивается до 600-800 калорий. Это минимальный коридор калорийности. Это, кстати, придумали не современные изверги, диетологи. А еще в 1935 году господин Певзнер, основатель всех столов, придумал такую максимально редукционную диету. И там он писал, что 600-800 калорий в ряде случаев допускается. Поэтому, к сожалению, да, если лежачий человек хочет похудеть перед каким-то вмешательством, ему нужно есть ровно в два раза меньше от того, что он привык. То есть где-то 600-800 калорий, ничего не поделаешь. Хорошо. Елена Александровна, время программы вышло. Осталось много у меня вопросов, но это значит, что у нас будет повод встретиться еще раз в этой студии и обговорить, что не успели. А пока я вас благодарю за эту консультацию в прямом эфире. Друзья, напоминаю, гостем программы «Без предварительной записи» сегодня был врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Елена Тихомирова. Выпуск этой программы вы можете найти на сайте trc33.ru в разделе «Без предварительной записи». Я же, Екатерина СТ, прощаюсь с вами, но ненадолго. Увидимся на следующей неделе в это же время на канале «Губерния 33». До встречи. Берегите себя и тех, кого любите. Редактор субтитров А.Семкин